Приветствую всех на нашем канале. Если смотрите на YouTube, не забудьте подписаться в DZEN. Plastnaves.ru у нас очередной монтаж монолитного поликарбоната. Заказ на монтаж поступил от подрядной организации, которая строит для города. Напомню, что мы занимаемся монтажом монолитного и сотового поликарбоната. Также являемся дилерами производителей поликарбоната. У нас можно купить поликарбонат с монтажом и без монтажа и любые комплектующие для его монтажа. Изначальный объем, который нам заказали, был порядка 500 квадратных метров. На одной из пергол, которую вы сейчас видите, листы предусматриваются толщиной 10 мм. Длина листа 7,5 метров. Сложность монтажа заключалась в том, что техника сюда никак не подходит. И было задействовано более 15 человек при монтаже. Вес данного листа составил 185 кг. Толщина, напомню, 10 мм. Высота перголы, куда нужно смонтировать монолитный поликарбонат, 7,5 м. Попробовали с двух сторон. Первая попытка была не очень удачной. Потом переориентировались в сторону пруда. Выстроили вышку. На вышке установили колеса, для того, чтобы поликарбонат мог скользить и не повреждаться через вышку и через край перголы. С одной стороны привязали веревкой. И начинаем подъем. Вот вы видите колеса на краю вышки, по которым будет катиться поликарбонат. 8 человек тянет за веревку с противоположной стороны перголы. 4 человека подает лист снизу. И 4 человека работают наверху. Как правило, это специалисты. Определяют направление, куда укладывается лист. И корректируют грузчиков. Листы все на месте. Перед тем, как монтировать листы, была установлена резинка. Уплотнительная резина шириной 65 мм. Устанавливается она на места стыков и на крайнюю стропилу. Это делается для того, чтобы организовать качественный стык. Сверху это выглядит так. Листы были уложены на резину. Сверху проклеивается дополнительно битумной лентой герметичной, герметизирующей. И после чего крепко прижимается алюминиевым профилем с уплотнителем. Саморезы используем 6,3х52. Кровельные по металлу. Еще они называются саморезы для сэндвич-панелей. Поликарбонат упакован с обеих сторон в защитную пленку. Сверху она брондированная. Монолитный поликарбонат имеет защиту от ОФ-излучения с обеих сторон. В отличие от сотового поликарбоната. Нижнюю пленку мы удаляем после того, как листы поднялись наверх. Уложили их на место и еще не зафиксировав, удаляем нижнюю пленку. Затем прикручиваем на 4 самореза вверху уклона лист. И начинается организация стыка. Дополнительные отверстия в листе под шайбы мы перестали делать. Потому что, как показывает опыт, на небольших уклонах места крепления через шайбу начинают течь. И размера шайбы не хватает для того, чтобы перекрыть огромное отверстие, например, на 7-метровом листе, чтобы компенсировать тепловое расширение. Алюминиевый профиль мы прикручиваем с шагом 250 мм. Обеспечивает надежное соединение. Лист никуда не уходит. Конечно, идет немного волной в особо жаркие дни. Но такое соединение значительно лучше, чем просто прикручивать на шайбы. И дополнительно защищаем шайбы от воздействия атмосферы. Вот такими нащельниками серыми, фальшкорабушками, которые дополнительно выполняют декоративную функцию. Скрывают алюминиевый цвет профиля, который многим не нравится. Первая пергола, самая сложная, самая высокая, готова. Напомню, для того, чтобы купить у нас монолитный поликарбонат, сотовый поликарбонат, с монтажом, без монтажа, любые комплектующие для монтажа поликарбоната, переходите на наш сайт plasnaves.ru. Также мы занимаемся строительством террас, навесов, как с поликарбонатом, так и с глухой кровлей. Не забудьте подписаться на наш канал. Там широко представлено наше портфолио, разные интересные решения в строительстве навесов. Пишите комментарии. И напомню, купить поликарбонат с монтажом и без монтажа можно у нас plasnaves.ru. Следующий этап. Это полукруглая терраса. Пергола. Здесь будет использоваться монолитный поликарбонат толщиной 6 мм. Высота здесь ниже, порядка 4 метров. Нарезаться здесь поликарбонат будет в форме трапеции. Стыки также здесь организованы по стропилам. Предварительно мы согласовали раскладку. По готовности еще 6 листов осталось. И также не сверлен дополнительных лишних отверстий для шайб. Длина листа здесь 6 метров. Все будет держаться на алюминиевом профиле. Кстати, объект находится в центре Москвы, в парке культуры имени Горького. Заходите и налево. В главную арку и налево. Сейчас октябрь 2024 года. Данная локация вот-вот откроется. Наша задача была на этом объекте смонтировать монолитный поликарбонат, поставить все комплектующие и сам поликарбонат для пергол. Остальные работы, изготовление металлоконструкции, монтаж доски ДПК взяла на себя другая подрядная организация. Поскольку работали в авральном режиме, мы бы просто-напросто не справились. Кстати, это будет пруд. А вокруг пруда будет каток. Уже в этом сезоне. Итак, первый оговоренный объем уже практически готов. Уже прикручен профиль. 500 квадратных метров монолитного поликарбоната усилено. И нам размещают следующий объем еще на 500 квадратных метров. Кстати, нам часто пишут комментарии, почему бы не использовать стекло для прозрачной кровли на навесах, которые имеют плоскость. То есть, не арку, а обычную плоскость. Тут две причины. Первая. Это не подойдет техника, не изготовят нужной длины стекла. Сложность монтажа по сравнению с поликарбонатом увеличивается в разы. Ну и, конечно, стоимость. Монолитный поликарбонат дешевле. Особенно это ощутимо на больших объемах. Фальшкоробом мы называем вот такой декоративный добор, который скрывает алюминиевый профиль. Защищает саморезы от вредных воздействий атмосферы. То есть, под саморезом шайба резиновая, чтобы она служила дольше. Поскольку она будет храниться в сухом, прохладном месте. И, конечно, это декорация. Это декоративная функция. Как вы видите, вниз по уклону мы не крутим саморезы. Они прикручены только сверху уклона. Поскольку дополнительное отверстие в поликарбонате – это дополнительный повод для протечки. Такую технологию монтажа разработали мы. К сожалению, не запатентовали, но мы ее буквально выстрадали. Поскольку рекомендации, которые дают заводы-производители по монтажу монолитного поликарбоната, они являются полностью несостоятельными. Первая проблема – это стык поперек уклону. Как ты их не делай, на монолитном поликарбонате они будут течь. Второе – это термошайбы из поликарбоната. Сезон, ну, два они отстоят, дальше начинают течь. Таких навесов мы отремонтировали уже очень большое количество, уже и не сосчитать. Поэтому рекомендую обращаться к нам для того, чтобы купить поликарбонат, купить комплектующий для его монтажа. Если будете монтировать самостоятельно, мы с удовольствием поделимся нашим опытом. Подберем лучшие материалы. И если надо, смонтируем поликарбонат. Напомню, наш сайт называется plastnaves.ru. Все контакты указаны. Кроме поликарбоната у нас можно заказать изготовление террасы. Навеса как с прозрачной, так и с глухой кровлей. Наслаждаемся выполненной для любимого города работой. Справа от нас садовое кольцо. Над нами прозрачная кровля из монолитного поликарбоната толщиной 6 мм. Общей площадью 400 квадратных метров. Еще 100 квадратных метров не попало в кадр. Не все удается снимать, но самое интересное – всегда попадает в кадр. Поэтому подписывайтесь на наш канал в YouTube, в Дзен. Там вы найдете много реализованных нами проектов, в которых мы решаем разные задачи, которые часто становятся перед заказчиками. Нашими заказчиками являются не только застройщики, но и физические лица, которые хотят построить себе террасу, навес или отремонтировать уже существующий навес, заменить монолитный поликарбонат, который или смонтирован неправильно, или уже отслужил свое, или заменить сотовый поликарбонат на монолитный. Пластнавес.ру Ссылка на сайт в прикрепленном комментарии. Уже наполняют пруд, и вокруг пруда будет каток. Снизу – пираться. Пираться. Продолжение следует...